Вероника, это я. Такой ветер ночью был. У тебя все дрова разбросаны. Вероника, а совок у тебя где? Дорожки бы почистить. Дорожки бы почистить. Ника! Вероника! Вероника! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прежде чем сюда мотаться Сейчас заказов очень много Автопарк у нас загружен Сам понимаешь Понимаю А мне сказали Владик приехал Ну тогда я пойду А что случилось? Скажи, Люсь, ты все знаешь о том, чем занимается Твой муж? Ну, в общих чертах, да? А он может, теоретически, иметь дела с Климом? Что, Леша и папа? Ну, я скорее в НЛО поверю Клим гоняет дури через транзас Фирма принадлежит Алексею Сарычу А кто тебя, тебя прислал? Значит так, не я Не Алексей, мы не стали бы рисковать своими жизнями У нас вообще-то ребенок Ну, или хочешь Вот, проверяй машину Давай Вот эту, вот ту, другую Какую хочешь? Хочешь, документацию проверим Если тебе вот эта анонимка убедительной сестры Прости, Люсь Ты убедительнее всех Просто Ребята, рабочая паранойя Побегу Служба не ждет Алло, пап Буря миновала Небарбитуратный снотворный препарат Доза превышает рекомендованную Раз в пять Пилай жертва без преднуждения По виду и правды самоубийства Но? Но кистью жертва вывихнута На коленях свежие ссадины И на лице и щеках Фрагменты грубого ворса Похожи на ковровое покрытие Ну, вряд ли она сама себя протащила По ковру лицом вниз Шерлок оказался прав А что с отпечатками? Да-да-да, сейчас Есть, есть Там найдены отпечатки И самой жертвы, и ее матери И еще куча людей На проверку уйдет несколько дней Широкий круг общения Гостей принимал Борис Немин-младший Художник Ведет богемный образ жизни Выставки, презентации Следующая, кстати, через неделю в Брюсселе Вероника Два года назад вышла замуж Сменила фамилию с Неминой на Кудько Год назад развелась Работала в художественной галерее Отец Вероники Борис Немин-старший Художник в начале 80-х Был очень популярен Даже выставлялся за рубежом Год назад умер от циркома печени Богема Сын, кстати, пишет в его же стиле Мать Вероники Вера Немина В прошлом актриса театра Сейчас не работает Занимается продвижением сына Бориса Прикольно Сына назвали в честь отца А дочку в честь матери Даже странно, что наша жертва не актриса В сухом остатке у нас Стопроцентное убийство Кто-то подсыпал снотворное в вино Потом положил блистеры рядом Чтобы сымитировать самоубийство Начнем с родственников Николай, Влад Едьте к матери После проверьте данные от Горгиева Денис, Саша Поговорите с братом Все, поконим Задача неясна? Во взрыве на орнитологической Были замешаны люди Клима Я хочу знать А я хочу, чтобы ты не вмешивалась У тебя личная заинтересованность Это мешает делу А у Влада разве не личная? Я, кажется, отдал приказ Вам все ясно, старший лейтенант Корнеева? Так точно Вот и отлично Не лезь в это По-человечески тебя прошу Горгиев установил владельца склада Но радоваться нечему Там старушка Божия, дубанчик Ни о чем не в курсе Живет в Ровенской области Ну понятно Оформили на подставное лицо Сколько трупов по факту? Шесть Все в морге БСП Горгиев звал глянуть Ну, закончим с ними на гляне Простите за мой внешний вид Еле оправилась от смерти мужа тут Это картины Ники А матерства, конечно, но мне дороги Мать одинаково любит своих детей Независимо от того, талантливы они или нет Скажите, а у Ники был какой-нибудь близкий друг? Или друзья, с которыми могли бы поговорить? Только я и Боря Ника очень любила своего брата Боренька унаследовал талант отца А Ника помогала им Так принято у женщин нашей семьи Быть опорой нашим мужчинам Предположения о том, что Нику убили Подтвердились Мы надеемся на вашу помощь в поиске убийцы Не представляю, кому это нужно было Абсолютно Знаете, а вот все-таки Очень необычный стиль Совершенно не могу работать А у меня выставка через неделю Скажите, у вас с сестрой были близкие отношения? Ника была прекрасным, светлым человеком Господи, нельзя было оставлять ее Одну на этой даче Это депрессия после смерти папы Ну, положим, сестру вашу убила Отнюдь не депрессия Вполне даже живой человек Как думаете, кто это мог сделать? Да вы что, ее... Ее все любили Все Да Сволочь Спасибо Так, 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 отставить истерику Спокойно Спокойно объясните нам Вы кого-то подозреваете? Да Это все в уши бывшей? Он все время отоскался к ней после развода Деньги требуем Боже Сестричка Боже Обгорели они основательно Патологоанатомы работают По следам старых травм И слепкам зубов Так что опознание будет небыстрым Вы знаете пациента? Это турок Не думал, что их будет так много А что вы думали? Взрыв был мощным Пострадали и причастные И случайные люди Пожалуйста Пару тоже рисуй Недорого и быстро Вам понравится Боюсь, вам не понравится Капитан Шиповал Мы по делу Ну, вяжите уже, вяжите Миакульпа Миакульпа Че это он? Миакульпа Моя вина На латыни Ага Образованный Ну, идем Раз твоя вина Ладно, тебе меня не жалко Сторонника технического прогресса Ну, ты хоть деревья пожалей С твоим прогрессом Только кроссворды разгадывать Да Вообще-то Илюша Всесторонне развитая личность Я вот сегодня Подгрузил в него базу поэзии Вот захочешь ты, Лиди Стихи почитать А тут Илюша Поэт из серебряного века Стихи о любви Больше, чем можно Больше, чем надо Будто поэтовым вредам Во сне Навис Комук сердечный Разросся громадой Громада Любовь Громада Ненависть Жесть Майковский Поссорились? Да Он просто хочет куда-то сходить А я уже бывший пообещал Что Никиту возьму к себе на вечер Еще и Людмиле пообещал Что Максика прихвачу Вдвоем их в кино свожу Ну, что я ей скажу Лида, знакомься Это мой детский сад, да? Детский сад Это трубку не брать А дети, они никак помешать не могут Вот, например, мы с Настиной Полиной Коль Так Да, алло Да, он здесь, он просто отходил Сейчас передаю трубку Привет Да, я отходил Слушай, сегодня не выйдет У меня родительский день Я малого беру Ну, к себе на вечер Я понимаю, ты хочешь как бы Да Да, конечно Конечно, конечно, буду рад Она согласилась присоединиться Да и вообще, дети, это круто Конечно Пока вы тут лясы точите Денис с Сашей взяли убийцу Да, я месяц Нику не видел Какие таблетки О чем вы вообще? Вот Заскочил к нему домой После того, как его задержали Это все, что он оставил себе на память О своей любимой жене Почему вы признали свою вину В смерти бывшей жены? Это я образно на нерве Я ведь должен был поддержать ее Я сам занялся своими делами Ну, у нее была поддержка Ее мать, старший брат Кто же мне поддерживатели? Громкая фамилия Вот все, что нужно было Вере Петровне Да, если бы не она Мы бы до сих пор были женаты И Ника была бы жива Вера Петровна постоянно Вбивала Нике в голову Что я ей не пара А Ника боялась разочаровать мать Потому что сама думала Что мало что понимает в этой жизни А мать светила Ну, вот, в итоге мы развелись А я, я пить начал А какой была ваша жена? Добрая Помогала мне Я выставляться начал Картины продавать Она вообще всем помогала Такой человек У Ники был уникальный дар Во всем видеть цвета Музыка, эмоции, звуки Все для нее было связано С цветом А скажите, у нее были враги? Нет, нет, не думаю Вы отвели взгляд Начали нервничать Мне кажется, вы обманываете Может быть, хотите Отвезти по-другому Ради нее? Ну, ладно Ладно Был у нее один враг Лев Воронецкий Хозяин галереи В которой Ника работала У них конфликт произошел Из-за денег Я случайно услышал Судя по всему Он их прикарманил А Ника требовала Чтоб вернул Вот он решил их не возвращать Вы поймите Я почему так просто У меня сейчас трудности У меня совсем нет денег А Воронецкий обещал мне выставку И вот Какой же я мерзавец А я что, Сергей Сергеевич? Это этот придурочный орал Там это Мы это Гульпа там Вещи вернуть Задержанного отпустить И к галеристу этому Пулей Есть Скажите, а у вас остались еще Картины Ники? Нет Ника не рисует давно Можете в матери ее спросить Хотя лучше у нашей учительницы По художке Любовь Степана Вне Краснопольской Спасибо Нашла Лев Воронецкий Сорок два года В прошлом Степан Гусев Финансовый аферист В начале двухтысячных Имел судимый За махинацию В особо крупных Сменил имя Сменил бизнес Бизнес сменил А нутро не сменил Ну, добро пожаловать В храм искусства Степки Гусева Афериста и галериста О, даже брикнул Это его машина Ты уверен? Только что в телефоне посмотрел Интересно, интересно Здравствуйте Здравствуйте У вас нет фонарей? Здравствуйте Старший лейтенант Корнеева Мы вам звонили И вы вроде бы как договорились Нас дождаться Вы знаете, я очень спешу Давайте в другой раз А давайте В другой раз И в другом месте В тюрьме, например Вы же там уже были Гражданин Гусев Ну, чего вы кричите? Я готов Сотрудничеству с Правоохранительными органами Ну, как же Поэтому вы прятались в машине Интересно мне, что вы там везете? Ого Я присмотрел картину для галереи Договорился с одним художником А он уперся, говорит Только наличными Ну, я просто не хотел Чтобы вы эти деньги видели Нескладная история Куда более логичнее Что эти деньги Предназначались киллеру Которому вы заказали Нику Я? Нику? Киллер? А зачем? А затем, что она улечила вас В крупном хищении Она улечила Это я ее улечил Ее брат у меня выставлялся Картины продались А она всю выручку забрала себе И еще кричала потом Это мои деньги И комиссионные мои Странно И часто это случалось? Да никогда Ее мама Мне потом Все компенсировала Я думаю У них там Какой-то конфликт Произошел Скажите А у вас не осталось Случайное видео С того дня? С выставки? Ну да Когда они поссорились Конечно А вы сможете нам его предоставить? Смогу Пожалуйста Прошу Субтитры сделал DimaTorzok Вы кто? Я курьер Мне пиццу заказали Я видать домом ошибся Я Я вот сейчас полицию вызову Не-не, не стой Я Сейчас вот вызову полицию Ой Не переживайте Я помогу У вас просто дверь И калитка были открыты Я подумал Меня ждете Я готов, готов Пошла только вот Понимаю Понимаю Я смотрю у вас Картины красивые Я и зашел посмотреть Да, красивые, да Я курьер Я пойду Пиццу нужно Иди, иди Спасибо Простите ради бога Спасибо Отгаденыши За женщин Которые всегда умеют поддержать своих мужчин Спасибо, доча Что вчера Приметила Как брату пишет А сегодня быстро среагировала Григорий Олегович Все это очень небезопасно Если бы Влад Начал проверять фуры То ничего бы не нашел Я еще ночью Вывела нужные машины На запасной аэродром Документы почистила А если Не очкуй, зять Два срока По одному делу Не получишь Какие дальше у нас планы Планы Не женское дело Все с зятью озвучу Давай, зятек Поконим Лучше бы Влад Нашел, что искал Не пришлось бы дальше Всем этим заниматься Лучше бы ты мне рассказал Что предлагает отец Я бы с ним поговорила И урезонила А теперь А теперь Чтобы опять все ты решала А я Рохля Мальчик на побегушках Нет, Люд Я мужик Я должен все решать Леша По хорошим Ну нельзя сейчас с папой ссориться Если Влад заподозрит Что это неладное Все окажемся под удар Всем доброе утро Хай Лют Романенко Интересно, почему эти чистоплюи Не сказали нам, что Ника Из кассы деньги утащила Ну, чистоплюи не выносят ссор из избы Особенно, когда кто-то умер Стоп Отмотай вот здесь, назад Интересно, хуй из-за этого Илюша, фас Гав Арт-дилер Арифтина Быстрицкая 46 лет Специализация Современное искусство Адресочек бы этой дамы Надо пообщаться с ней Спасибо, Илюша С людьми бы так разговаривали Так А ну, Костя, стоп Заметили, какое у нее настроение изменилось? А куда она смотрит? Телевизионщики снимались с другого ракурса Можно запросить видеоматериал И когда узнаем Отличное зрение, старший лейтенант Корнеева У меня на этом канале приятель работает Получим все без бумажной волокиты Ну что, Александра, едем? Ну, а мы тогда с Колей К этой Быстрицкой съездим Ну, так сказать, духовно обогатиться А может, еще новенькое узнаем Давайте Здорово Сколько мы не видели Страшно подумать Недели две, наверное Идем Давай Здравствуйте Здравствуйте А вы могли бы рассказать О самой дорогой картине Париса Немина О геометрии? Это одна из моих любимых работ Форма переходит к абстракции Через слияние чистых цветов В итоге форма теряет свое значение И остается лишь цвет Если вы повнимательнее посмотрите на картину То сможете многое понять об авторе Кто он и что хотел сказать Вот вы где А я вас ищу Простите, тут никого намолтала всякого Боренька Подойди сюда Тебя ждут Здравствуйте Здравствуйте Я писал эту картину несколько месяцев И, честно говоря, расстаться с ней Как отдать руку на отсечение Ну, я художник И я понимаю, что творчество Должно Принадлежать людям Я буду счастлив Если геометрия украсит жизнь Матушка там сильно бдит И лично следила, чтобы в эфир вышло Правильное интервью Но Борис несет какую-то чушь Да, у меня такое ощущение, что Ника Знает о картинах больше, чем ее автор А вы отличная парочка Так хорошо дополняете друг друга с полу Слово Ну, я попытался Капитан Романенко Если мы закончили с осмотром видеоматериала То мне пора в отделении До свидания До свидания Оказывается, у Вероники была с Быстрицкой договоренность Что она покажет картины В обход матери и брака Быстрицкая говорила, что у девочки талант Или просто она собиралась Украсть картины брата Как и деньги Помните, что говорил ее бывший муж? Что она видит в цветах Эмоции, музыку Да вы что? Ну, это он так для красного словца Ну, для синего Не думаю Существует такой нейрофизиологический феномен Синестезия Когда возникает раздражение одной сенсорной Или когнитивной системы Возникает непроизвольный отклик в другой По-человечески? Ну, проще говоря Синестет действительно может видеть Цвет музыки, чувств Черно-белый мир ему чужд Это картины Ники А матерства, конечно Но мне дороги Вероника была синестетом? Могла быть Такие вещи могут передаваться генетически Вот, например, Борис Немин старший Точно был В 80-е годы О нем даже писали Связывая этот феномен С особым стилем живописи Скажите Это феномен, когда Меречится рыба Или это вообще Черт, у рыбы нам нужен ордер Еще кое-что Странно, что этот человек С таким цвета ощущением Рисует почти монохромные картины Ну, может, она устала Депрессия, все такое Нет, это так не работает Давай Да, Костик Я попросил Илюшу нарыть все, что есть Про Немина старшего Вы удивитесь Да мы в курсе, что он синестет Нет, у меня тут другое Я тут порыл внимательно родословную Этого семейства Тебе понравится Я смотрю, вы за нас пол дела сделали Картины изымаются Вы с ума сошли? Это частная собственность И вообще у нас скоро заграничная выставка Спокойно Картины изымаются в качестве вещдока По делу об убийстве Вероники Кудько Не переживайте Скоро ваши картины вернутся на место Ну, или Борис вам новую нарисует А вы думаете А ты так просто? Эти вам зачем? Мало девочка настрадалась После смерти Опозорить ее решили Знаете, что интересно? Вы за все это время Ни разу не назвали Веронику дочерью В смысле? Я понимаю Наверное, нелегко воспитывать ребенка От любовницы мужа Это вас не касается Эта девица, она Сама отказалась от ребенка Мы с Борисом условились, что я Нику воспитываю как родную А он Прекращает это Навсегда И Веронику назвали вашу честь Чтобы ни у кого не возникло сомнений в материнстве Думаете, что хотите Я любила ее, как родной Так, а знаете, какая у этой приблуды точность? Эта детка заменит там Крутейшего искусствоведа Программа учтет силу мазка Индивидуальный стиль Введение перспективы Оттенки В общем, все То есть эксперты с мировым именем Лишатся работы Yes Так Давай А это у вас откуда, капитан Ремененко? Это я позаимствовал У одной Почтенной дамы Илюша Выда нам результаты Видите эти картины? У них один стиль Похожие мазки Их длина То, как они положены В общем, все сходится А с этой Ничего общего Значит, эти Писал один художник А вот эту Уже другой Офигеть Это получается Вероника рисовала За брата картины И ее получается За это убили? Коля А можешь набрать Немину И сказать, что Картины задержатся на экспертизу Недели на две-три Отлично Ну, теперь я готов К повторной встрече С Борисом Дома никого У матери его даже нет Куда теперь? Костик, здорово А пробей мне телефон Этого Бориса Последние звонки One moment Матери звоню А до этого? Компания Safe is safe Сейфы охранной сигнализации Вкрытие и перепрограммирование Отлично, спасибо Поехали Подышим воздухом Вчера вечером села за игру Которую Торполе поставил Вся ночь Псу под хвост Молодежь Вы мои таблетки не видели? Нервно успокоительные А что случилось? Рыба везде мерещится То я вижу, то запах чую Естественно пахнет Ну? Блин У меня аж рыба со вчерашнего дня лежит Я просто хотел маскоту рацион разнообразить Вот вчера купил свежую рыбу А разделать не смог, жалко стало А он, видимо, сам справился Ах ты, Ирод Я через тебя чуть себя полоумно не записала Я ж не со зла Он просто не смог разделать А чего ты целиком ему не дал? Маскот за одну минуту бы разделал Мама, ты не обижайся Извините Вот видите Можно было и без отпечатка сейф открыть И убивать ради этого не нужно было Какого черта? Это мой сейф Вашему вранью Уже никто не поверит А вот и картина Ники Которую она так и не успела показать Быстрицкой Да что за бред? Это мои картины Боюсь, Борис Ваших картин существует только две И если честно Вы их вряд ли продадите Я сначала был против Но мама сказала, что мужчины художники продаются А женщины нет После смерти папы мы решили, что рисовать будет Ника А продавать буду я У Ники таланта, у меня имя Ну я правда был против Но Ника сама согласилась Она всегда сторонилась в публичности Болезнь папы выжила Из семьи все деньги Деньги ни при чем Столько лет воспитывать ребенка, любовницы, мужа Потом мужа не стало Отыгралась Ну почему Борис пошел на все это? Их мать властная, женщина подавляющая Борис ведомый Просто идет за силой В дисфункциональных семьях обычно так Кто сильнее, тот и прав Картины продавали, все было хорошо Сестра получила прибавку к зарплате Я готовился к пресс-конференции Но что-то пошло не так Вы не понимаете Быстрицкая хочет работать со мной Она лучший арт-диллер в городе Да это ты не понимаешь Она хочет нас подставить Да если все вскроется Мы пропали Мам Я не могу так больше Можно я хоть что-нибудь сделаю для себя? Пожалуйста Не знала Что ты нас так ненавидишь А я не знала, мам Что тебе так плевать на меня В общем так Условия будут такими Я оставляю Боре все Кроме летней серии Она станет началом моего творческого пути Слушайте, ну я согласен в принципе Заткнись! Ты не понимаешь Картины продает имя И это имя Борис Немин Вероники Кутько не существует Посмотрим Мать разозлилась и Ника взбрыкнула Она забрала все деньги, полученные с продажи картины И поставила на себя биометрический замок И все это перед выставкой в Брюсселе И тогда вы решили ее убить? Да нет, конечно Мать предложила отдать ей снотворное, чтобы открыть ее рукой сейф Ну а потом сообщить прессе Что Ника пыталась покончить жизнь самоубийством Ну там депрессия, все такое Тогда бы ее надолго закрыли в клинике И ее словам никто не поверил Не повезло девочке с родителями Да мальчику тоже не особо Но выбирать не приходится Вы понимаете Я перенервничал, переборщил с таблетками Ей стало плохо Я пытался ее откачать И, господи Что я, как я вообще Боря, ничего не говори Я привела адвоката Сначала с ним все обсудим Ты что, не видишь, я тебя просто запну ей просто Молчи, молчи Он все перепутал Да, мам, перепутал А теперь начинай распутывать Что по складу? Шесть трупов, ни одной зацепки Я как вспомню этот морг Среди погибших турок и его люди Их не жалко Но трое Простые работники склада Всюду, где появляется клим Гибнут люди Его надо, наконец, остановить И это моя задача Это мой личный вызов И мой личный вызов И мой личный вызов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»